Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 9 апреля По народному месяцу слову Матрёна-наставица, полурепница Недаром говорят, в апреле по колено зима, а по плечи лето Солнце с каждым днём силу набирает и в полдень припекает так, что шапка не нужна Без неё жарко, но ближе к вечеру заметно холодает А по ночам ползут по земле морозцы, зимой забытые Разгуляться, как следует закрутиться в снежном вихре, у них селёнок не хватает Им бы хозяйку догнать Вот и тянутся за морозцами ледяные следы, которые в народе настом или настовицей называют Непрочна и хрупка эта ледовая мостовая Подтачивают, рушат её с лёгкостью талые воды И выходят на Матрёну под порогом брод, а на улице переправа Доски да жерди через лужи переброшены, как мостики из зимы в лето ведущие Ведь пройдёт неделя-другая, сойдёт талая вода, трава зазеленеет И начнётся по всей Руси, матушки, пахотная страда Дни полетят, покатятся в лето, кто их за хлопотами и заботами замечать станет Не успеешь отсеяться, спину как следует разогнуть, а уж урожай поспел, пора убирать Но пока, в начале апреля, есть ещё время спокойно и обстоятельно к будущему севу подготовиться Матрёну ведь недаром ещё и полурепницей называли В этот день отбирали крестьяне по подполам и по грибам годную репу на семена В народе почитали святую Матрёну и как покровительницу ткачих Девятое апреля было последним сроком, когда выносили на снег, если он оставался, конечно, отбеливать новотканные холсты и льняную пряжу Места, на которых они будут отбеливаться, крестьянки замечали ещё в январе Как правило, это была защищённая от ветра площадка на стороне, где к этому времени ещё мог сохраниться крепкий и белый снежный наст Этот последний этап работ был крайне важен для ткачих, ведь за полотно ненадлежащего качества много денег не выручить Кстати, происхождение слова «бельё» связано со старинным словом «беливо» В те давние времена говорили, у нас холсты посланы на «беливо», то есть на отбеливание В этот день примечали Чебис кричит с вечера к ясной погоде Летит низко в продолжительной сухой погоде Чайки прилетели, лёд пойдёт И добавляли Как третья хвоя пойдёт, так через две недели река пойдёт Сходит последний снежный наст Прочной основы вам на вашем пути, славяне Братья-месяцы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин